В сегодняшнем «Пока все дома» выступит музыкальная, она же спальная, она же детская, она же мастерская, она же маленькая комната. Хорошо и давно нам знакомого дома Татьяны Рузавиной и Сергея Таюшева. Ты вспоминай об этой сказочной поре, Как на развилке радости и грусти Мы отыскались вдруг в морозном декабре. Четыре года назад программа «Пока все дома» побывала в этом доме в первый раз. А где первый, там и не последний. Тем более, что за четыре-то года новостей наверняка накопилось много хороших и разных. Вот мы и возвращаемся, чтобы узнать, что хорошего. Так наша программа «Гость хронический» значит нас принимают в гостиной. И судя по обилию музыкальных инструментов, это у вас музыкальная гостиная, да? Да, конечно. Что происходит в этой комнате, когда нас нет, Сереж? Ну, мы репетируем, репетирует наш сын. В последнее время все чаще и чаще он занимает это место. У нас программа, многие уже это заметили, она такая программа «Завхоз», который смотрит, какое хозяйство, у кого чего, где. И вот тут невооруженным глазом видно, что на душу населения приходится не одна гитара. Ой, ну это все, вы знаете, когда мы с Таней пели раньше, начинали, когда мне хватало одной гитары. И до сих пор не хватает одной. Но так как ребенок развивается, я не знаю, в какую сторону он пойдет. То, что он будет гитаристом, для меня это понятно. То есть, куда бы ребенок ни пошел, папа ему гитару в это место представляет. Ну, на всякий случай, мы знаем, вот здесь электрогитара, например, и акустическая, это большая разница. Бас-гитара, вдруг он будет бас-гитаристом. Это как в армии, когда солдату две лопаты удают, одна устанет работать, а работа и другой. Да, да. Сергей Сергеевич, когда мы впервые побывали в вашем доме, ты только-только начинал играть. В какой стадии ты сейчас? Ну, сейчас, мне кажется, я уже многому научился. Но судить, как бы не мне, вот, главное, мой учитель и... И сенсей. Да. Это мой папа, конечно, поэтому пусть он расскажет. Что, говорит, лучше пусть он что-нибудь согласится. Конечно. Конечно. Да я порадовал, он недавно подобрал песню, одну из самых моих любимых. И моих тоже. Песни Эрика Клэптона. Как она называется? Tees in heaven. Вот, я по-английски плохо говорю, поэтому не стал позориться. Песни Эрика Клэптона. Такие баллады, Маккартни, из Битл, что-то он подбирает. Во-первых, нас они связывают, мою молодость, Танину и его. Мы как бы растем на одном и том же. Меня пугает немножечко выбор его профессии, хотя мы настаиваем, чтобы он все-таки закончил институт. Он мальчик еще маленький, ему только 15 лет. Институт какой? Я думаю, ну, с языками что-то связано, нам так хочется. У него все нормально в этом плане. Потому что профессия музыканта сейчас очень сложная профессия, я считаю. Но Сережа категорически... Она всегда была сложной, поэтому не надо. Есть судьба, но пусть играет. Вот он настаивает просто. Но Сережа и не мыслит в себе жизнь. Он лежит с гитарой, он засыпает с гитарой, он одной рукой ест с гитарой. Наверняка твое музыкальное образование, которое происходит под бдительным надзором родителей, начиналось с изучением классики. То есть Таюшева и Розавиной, наверняка, ты что-нибудь осваивал из их репертуара. Был такой? Ну да, конечно. Когда, скажем, папа куда-то уезжал на гастроли или срочно по делам, мне приходилось для концерта разучивать песни, все партии на гитаре папиной и маме аккомпанировать. У нас несколько случаев таких было. И нас даже по второму разу на эти площадки приглашали. Говорят, ну вы приезжаете теперь уже, конечно, втроем, но сына возьмите обязательно. Он меня не опозорил. А сейчас, сегодня здесь могло? Может такое случиться? Ну что? Вспомни себя раннего Сережа. Мы вас втроем еще не слышали. Мы вас втроем споем. Да, какую песню? Все минорины, здесь каждый дом найдем. Сыграешь? Да. Давай, начинай. Здесь каждый дом найдем. Хоть глаза завяжи. Где-то за тем углом детство вдаль бежит. Ты погоди, наша первая песня. Уходить навсегда. Ты приводи, приводи, приводи нас сюда. Иногда, иногда, детство мое. Постой, не спеши. Марш пошел как-нибудь. Погоди. Да, и мне ответ простой. Что там впереди? Первую песню вспомнил. Сережа, какой музыкой вы сейчас занимаетесь? Песни, они у нас появились разные за это время. В основном лирически, как мы всегда и пели, о любви. Ну, это уже, знаете, как клеймо бывает. Вот лирический дуэт, от этого никуда не денешься. Мы пытались сделать более легкомысленную программу, много новых песен в нее включили. Все равно в конце концерта идут записки. Спойте осеннюю мелодию, спойте обиду. Ну, некоторые песни, кто следит за нашим творчеством, знают наши поклонники. Вот поэтому все равно лирика присутствует. Не забывай, как продлевая каждый час, В клубок свернулись сутки снеговые, А мы по звездному свечению наших глаз Угадывали мысли неземные А мы по звездному свечению наших глаз Угадывали мысли неземные Семнадцать лет любви Ушли и не вернутся Семнадцать лет любви И с вами был Игорь Негода. Игорь Негода.